Чем могут гордиться магнитогорские строители? Конечно же, металлургическим комбинатом, ну и новостройками. А самая лучшая новостройка, без тени сомнения, это поселок Нежный. Вообще, в журналистике применить слово «самый» не всегда можно, потому как кто-нибудь сделает еще лучше. Ну, сами подумайте. Но в данном конкретном случае действительно поселок Нежный является самым лучшим, потому как руководство поездило, посмотрело и, как оказалось, есть чем гордиться. И о предмете гордости сегодня поподробнее. Востребованность. Вот что сегодня предмет гордости. Сегодня магнитогорец может выбирать, где он будет жить – в квартире, таунхаузе или доме. И даже просто прокатившись по новостройкам, а лучше делать это вечером, можно убедиться, что в городе реально востребовано, а на что денег просто нет. Мы же не стали дожидаться ночи, проехались вечером по улицам поселка Нежный. Ну, пока не свой дом, но в гости приехал. Как оно здесь-то? Да ничего, природа. Хорошо. Приятно. То есть вот раньше домик в деревне, пришлось бы ехать далеко, а сейчас? Да. Сейчас почти в городе. А самому охота такой вот? Да, конечно. Ну, некто. Шикарные дома. Все хорошо. А на поселок Крылов заезжал? Да. Разница есть? Есть. Чувствуется разница в воздухе. А вот то, что под ногами, а вообще с инфраструктурой, с канализацией, с электричеством, с газом? Большая разница. Там не газифицировано. Здесь газифицированы, канализация и все. То есть поселок Крылов поменяем спокойно на поселок Нежный? Конечно. Тем более, зная там стоимость недвижимости, здесь можно, по-моему, три участка купить. Да. Ну, правда, далеко от города, подальше ведь, но... Ну, уж совсем далеко, уже три километра, да, практически? Да нет. Ну, подальше, чем старая магнитка. А планировка домов устраивает? Да. Хорошо сделано. Вы когда-нибудь могли мечтать о том, что ваши дети будут жить в своем доме? Нет. Я вообще не думала. Потому что к земле ни зять, ни дочь особой тяги не имеют. А сейчас? А сейчас вот мы их приобщаем к земле. А вообще здорово-то жить вот на земле? Конечно. Что не надо разрываться. Ехать в сад, ехать в гараж. Все это в одном месте. Конечно, это здорово. Наверное, когда ваши дети выбирали дом себе, они наверняка много чего поездили и у вашего совета посовещались. И все-таки остановили выбор на Нежном. Не пожалели? Да. Мы много ездили. И в Радужном, и в Прибрежном, и Левый берег, и на Крылово искали везде. Но потом мы уехали со старшим внуком отдыхать, и они вдруг нам звонят, что они здесь купили дом. Вообще выбор же дома – это такая сложная штука. Каждый строит под себя, а найти что-то идеально невозможно. И в этом смысле, ну, здесь, по-моему, в принципе, очень неплохая планировка. Для молодежи очень даже хорошая. Отличная, можно сказать. А учитывая, что 12 соток, наверное, для бабушек и для дедушек место найдется. Найдется место, точно. Найдется. У нас вообще-то в городе квартира, и мы пока с ней расставаться не думаем, но вот внуков поднимать помогаем. А вообще мечта, да, вот на пенсии, ну, даже если квартиру в городе можно же сдать, в конце концов, рано или поздно. Ну, да. Тем более, что квартира-то востребована, жить спокойненько, рядышком от города, тем более, что здесь езды буквально 2-3 минуты до города. Да, это правильно. Не может творческий человек работать и жить в четырех стенах. Не может. Надо как минимум квадратов 150, 180 или 12 соток. Что думается по этому поводу? Да, думается, что семья растет, а когда в семье сын, надо, чтобы потом ему достался дом по наследству. Вот. Ну и опять-таки, да, творческому человеку надо что-то. А тем более, когда команда уже 10 лет существует, в которой ты играешь. Вот. Уже очень много костюмов. Поэтому приходится строить гараж, в котором надо хранить и черда хотя бы. Сейчас-то есть место, где встретить ребят? И так, чтобы пообсуждать. Знаешь, я, наверное, думаю, что любая КВН обсуждалка раньше была, ну, по крайней мере, но не обходилось без тонизирующего мышления напитка. Не обходилось без разговора с соседями снизу, сверху сбоку там. И еще вот сейчас можно спокойно в поселке Нежное проводить заседание. Команды КВН уездных городов. А здесь и проходят все репетиции. То есть мы собираемся здесь, находится вся база, то есть креативная. И мы вместе здесь и придумываем фактически у меня все время. Я вот еще сейчас говорю, сейчас начнется, когда июнь месяц, давайте загорать будем у меня заодно. Ну, поэтому я вам там сделал площадку специальную под бассейн. Позагораем. Почему нет? 11 лет назад, улетев из потрясенной страны к потрясающую, я задумался, почему там реально люди живут в пригороде, а у нас нет. Там эта норма жизни практиковалась давно, и 15 минут и полчаса до работы добираются 200 миллионов американцев. Вернувшись обратно, понял. Предложений такого жилья у нас не было. Если там недвижимость подскочила в цене, и дома стоимостью 200 тысяч долларов перепрыгнули миллионную отметку, то сейчас, по ценам прошлого века в США, на пороге нового десятилетия, нового тысячелетия в России, купить дом гораздо лучше реально в поселке Нижний. Вот так мы хотели сделать помпезный сюжет. Получился разговор по существу. Потому что те, с кем мы говорили, с кем мы общались, действительно довольны. Ну, соотношению цена-качество. Потому как есть, конечно, варианты и подороже, но они стоят гораздо и значительно дороже, а это уже недоступное жилье. И вернемся к тому, о чем мы начали разговор. По гордости строителей. Да, действительно, проекты типовой застройки, они по сути удачные. Потому что каждый дом конкретно не надо сдавать госкомиссии. А госкомиссия у нас, ну, вы знаете, без большого стола, как минимум, дома не принимает. И, соответственно, есть там еще и газовщики, и водопроводчики, и различные такие усложняющие инстанции. Здесь же все под ключ и готово. Ну, и со всеми документами, соответственно. То есть, можно дом брать и в ипотеку, и тоже не проблема. Теперь, уже раскрывая секреты этих конкретно домов, спроектированных полностью строителям поселка Нежный. Почему проекты настолько удачные? Ну, потому что дома делаются быстро, очень теплые и надежные. И скажу вам по секрету, точнее, уже секрета-то и нету, что видел точно такой же проект в реализации в районе Черновского, это под Миасом. И потом задал вопрос руководству поселка Нежный, как так, вы у них или они у вас? Ну, это они у нас. Точнее, эти проекты реализуются не в одном поселке.